Привет друзья. Сегодня в обзоре часы Casio класса G-Shock. Модель называется G300. Полное название модели. Посмотрим на нее поближе. Итак Casio G-Shock G300. Катю говорит G-Shock. Диаметр корпуса 46 миллиметров. Толщина корпуса 16 миллиметров. Корпус сделан комбинированным. Металлическая вставка или сам корпус металлический. Комбинированный с пластиком. Пластиковый бизель и пластиковые боковины. Модель цифроаналоговая. То есть стрелочно-цифровая. Чуть поближе посмотрим на нее. Задняя крышка из нержавеющей стали. На ней выдавлен логотип G-Shock. А также краткие характеристики модели. То есть наименование модели. Характеристика. Shock resistance. И дальше. Рана сборки указана. Японский механизм собран в Китае. И указана водозащита 20 бар. Также обратите внимание как сделан ремешок. То есть ремешок сделан фиксированный. То есть вот эти упоры фиксируют ремешок в определенном положении. И так вернемся к основному циферблату. Имеются две стрелки на нем. Часовая и минутная. Секунда отсчитывает вот этот маленький циферблатик в электронном виде. Также посмотрим какие существуют режимы. Здесь выводится также время в цифровом виде и день недели. Также можно поменять отображение. То есть будет отображаться месяц и число текущее. Первый режим мировое время. То есть отображает в другом часовом поясе предустановлены крупнейшие мировые города в данном случае Рио-де-Жанейро. То есть выбираем Лондон, Париж и так далее. То есть получаем быстрый доступ ко времени в другом часовом поясе. Таймер. Таймер достаточно интересный. Я сейчас покажу. Имеется функция с повтором. То есть по достижении нуля. Таймер запускается вновь. И еще есть достаточно интересная функция включенный звуковой сигнал. Я сейчас покажу что это такое. Когда мы запускаем таймер и активирована функция звуковой сигнал включен. Таймер работает в таком режиме что за 30 секунд до окончания времени которое мы выставили. В данном случае это была одна минута. Продается первый звуковой сигнал напоминающий что истечение времени остается 30 секунд. Вот он прозвучал. И дальше начинается интересная функция. То есть за 10 секунд до обновления таймера включается звуковой сигнал обратного отсчета. И причем он меняет тональность. Сейчас посмотрим. Мне показалось что эта функция достаточно интересная. Даже я первый раз в G-Shock это встречаю. Ну и второй таймер. Если отключить звуковой сигнал. То он будет издавать сигнал только по достижении нуля. То есть с нуля начинает сигналить. С нуля времени и где-то около 5 секунд издает сигнал. Вот так как у нас установлен режим повтора. Тут таймер запускался в ноль. Я его сейчас отключу. Следующая функция секундомер. Секундомер в общем-то достаточно простой. Первый режим старт-стоп. Нажали. Обстановили. Нажали. Остановили. Время суммируется. Сброс. Вторая функция с промежуточным результатом. То есть нажали. Смотрим промежуточное время. При этом секундомер продолжает работать. До тех пор пока мы не нажмем. Будет фиксировано время. Которое на циферблате отображается. То есть отжали. Секундомер как видно продолжал работать. И вот это окончательный стоп. И сброс. Следующий режим будильники. Будильников здесь 5. Я в общем-то не буду показывать. Потому что будильники достаточно стандартные. Раз. Два. Три. Четыре. Пятый будильник с функцией дремать. Это значит что по достижении будильника. Если вы выставляете 5 только будильник. То есть один из 5 с этой функцией. Если вы выставляете этот режим. То по достижении звука будильника. Он через 5 минут повторяет свой сигнал. И вот эта функция сигнал. Это значит начало каждого часа. Будет сигнализировать бипом. То есть начало каждого часа. Будет отмечаться звуковым сигналом. И следующая функция. Это установка стрелок. То есть аналоговой части. Я сейчас не буду показывать. Потому что ничего интересного нет. В следующем видео я покажу. Сравнение этой модели. С достаточно популярной моделью G100. Это тоже цифра аналоговая модель. Будет интересно посмотреть на нее. Я это сделаю без речевого сопровождения. Просто буду показывать. В сравнении. И наложу звуковой ряд. Потому что. У меня есть зрители из зарубежных стран. Наверное им будет интересно в таком режиме. Посмотреть тот опор. Сейчас я покажу эти часы на руке. И покажу работу подсветки. Итак. Вот часы на руке. Достаточно комфортные. Не тяжелые. Да. Я забыл сказать. Что здесь в этой модели минеральное стекло. Утоплено хорошо. Относительно уровня верхней части. Прикрывается хорошо безелем. Вот. И теперь смотрим как работает подсветка. Вот у нас видим люминофор на стрелках. Сейчас покажу работу подсветки. Подсветка достаточно яркая. Освещает всю цифровую часть. И подсвечивает и стрелки. Потому что они попадают через окошки в поле зрения. Все. Всем спасибо. Всем пока.